Человек должен доверять Богу и не поддаваться отчаянию Он всегда должен верить, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний Беспокойство и отчаяние – противоположность бетахон, они гибельны для человека Царь Шломо написал Мишли 12.25 Тревога в сердце человека наклоняет его к земле, но доброе слово вселяет радость Конец цитаты Когда в сердце поселяется тревога, ее нужно преодолеть, иначе придется наклониться к земле Бетахон и отчаяние несовместимы, потому что отчаявшийся человек не может возложить надежды на Бога Кроме того, отчаявшийся человек игнорирует тот факт, что обрушившиеся на него несчастья идут ему на пользу Благодаря им он может очиститься, извлечь какие-то уроки и духовно возвыситься Об этом хорошо написал царь Шломо, Мишли 3.12 Тех, кого Господь любит, Он наказывает А мудрецы добавляют, брахот 5 алиф Если человек видит, что на его долю выпало страдание, он должен исследовать свои поступки Если он не нашел ничего дурного, он должен приписать это пренебрежению изучением Торы Если он заключил, что это неприменимо, тогда мы знаем, что это страдание любви, как сказано Тех, кого Господь любит, Он наказывает Рава процитировал Раби Сихору, который процитировал Раби Хуну Тех, кем Бог доволен, Он подвергает страданию Как сказано, Ишаяу 53.10 Тот, кто угождает Господу, поражен болезнью Я мог бы подумать, что это применяется, даже если человек не принимает страдания с любовью Однако сказано, чтобы узнать, принесет ли его душа сама себя в жертву вины Там же, как жертва вины должна приноситься охотно, так же и страдание должно приниматься охотно Конец цитаты Кто не внимает этому совету, удаляет Бога из мира Если человек склонен отчаиваться, он не способен увидеть, что Бог может ему помочь Он считает себя центром вселенной Он считает, что нет ничего важнее его проблем И это высшая степень высокомерия Отчаяние заставляет такого человека бросить надменный вызов Богу И вот он уже отвергает Божью силу И забывает о том, что Бог есть владыка вселенной Мудрецы говорят, сота пять алиф О любом человеке, кем завладела высокомерие, Бог сказал Он и я не могут сосуществовать в мире Конец цитаты Печаль, отчаяние и депрессия уводят человека от доверия к всемогущему Богу Коэлит, который может возвысить и унизить А счастливый человек всегда полагается на Бога Ведь он верит, что Бог может помочь ему Счастье неразрывно связано с понятием бетахон Вот о чем говорят мудрецы в Шаббат 30 бет Слова «Я прославил счастье» Коэлит 8, дробь 15 Относится к счастью, связанному с исполнением заповедей Слова «Что делает счастье» Там же 2, дробь 2 Относится к счастью, не связанному с заповедями Это учит нас, что Божественное присутствие Не приходит к грустному, ленивому, непочтительному, ветренному Или болтливому человеку Но лишь к тому, кто выполняет заповеди с радостью Как сказано 2 царей 3, дробь 15 «Приведите мне певца» И когда певец заиграл, рука Господа сошла на него Конец цитаты Затем мудрецы говорят Медраж Гагадол берешит 45, дробь 27 Пророчество не сходит на ленивого или отчаявшегося Но лишь на счастливого Конец цитаты Пророчество и Божественное присутствие Посещают только счастливого человека Которому неведомы грусть и печаль Знак недоверия к Богу Вся жизнь должна быть посвящена служению Богу Причем делать это необходимо радостно И с полным доверием к Нему Царь Давид написал Таилим 100, дробь 2, 3 «Служите Господу с радостью Приходите перед Ним с пением Знайте, что Господь есть Бог Это Он создал нас И мы принадлежим Ему Мы Его народ Стадо Его пастбища» Конец цитаты Начало этой цитаты Тесно связано с ее концом Только служа Богу с радостью Мы познаем, что Господь есть Бог И научаемся полагаться на Него Действительно Как еще мы можем показать Что полностью доверяем Богу Если не радостным расположением Духа Но если нами завладели печаль Отчаяние и страх Это явные признаки недоверия к Богу Ведь будь у нас такое доверие У нас не было бы причин печалиться Мы бы ни на секунду не сомневались Что Бог в состоянии нам помочь Даже если по какой-то причине Он не спешит нам на помощь Нас всегда утешат слова Раби Акивы Брахот 60 Бет Человек должен всегда говорить Чтобы Бог не делал все к лучшему Конец цитаты Например, мудрецы так описывали Святого Нахума Ишгамзу Таанит 21 Алиф Почему его называли Нахум Ишгамзу? Потому что обо всем, что с ним приключалось Он говорил И это к лучшему Конец цитаты И пусть это нас не удивляет Ведь понятие бетахон Основано на представлении о Боге Как всемогущем и всеведущем Даже если Бог позволяет нам страдать Со временем мы поймем Что это было к лучшему Когда мы доверяемся Богу Мы признаем справедливость всех его судов Вот что сказано в Мишне Брахот 54 Алиф Человек обязан благословлять Бога за неудачу Так же, как он благословляет Бога за удачу Затем в Талмуде задается вопрос Там же 60 бет Что значит, что человек обязан благословлять Бога за неудачу Так же, как он благословляет Бога за удачу Рава ответил Это может означать лишь то, что он должен принимать неудачу с радостью Раби Танхум сказал Источник этого следующий Я подниму мой кубок спасения И призову имя Господа Я нашел бедствие и печаль Но я призвал имя Господа Таилим 116.13.3.4 Иными словами Где спасение в кавычках То есть радость Или бедствие и печаль Я призову имя Господа Раби говорят, что источник следующий Господь дал и Господь взял Да благословится имя Господа Иов 1.21 В Таннахе мы найдем и такие слова Бог никогда не поступит нечестиво И всемогущий не будет искажать правосудие Иов 34.12 Все слова моих уст справедливы Нет ничего искаженного или извращенного в них Мишлей 8.8 Нет более возвышенного способа признать Праведность Божьих судов Чем когда, стоя у могилы умершего близкого человека И исполнивши скорби Мы произносим молитву Кадиш Именно в этот момент скорбящий Должен признать правоту Божественного правосудия И выразить свое упование на Бога Сказав Да возвеличится и осветится имя Бога Когда мы произносим этот Кадиш Вместе с благословением Да благословится истинный судья Мы исполняем требования мудрецов Принимать страдания с радостью Там же Если во время неудач и бед Еврей принимает от Бога свою участь с радостью То Бог со своей стороны Так же радостно принимает такого служителя В Таилиям 104 Есть два стиха Которые тесно связаны друг с другом Да возрадуется Господь в своих трудах 31 И что до меня То я буду радоваться в Господе 34 Когда еврей радуется в Господе Тогда и Господь радуется в своих трудах Он радуется тому Что Его создания уповают на Него И принимают Его суды Понимая, что все, что делает Бог Делает к лучшему Этот урок мы извлекаем из слов Гилеля Брахот 60 Алиф Раби узнали Однажды Гилель шел по дороге Когда вдруг услышал в городе крик Он сказал Я уверен, что это не из моего дома Писание говорит об этом Таилим 112.7 Он не должен бояться плохих известий Его сердце непоколебимо уповает на Господа Конец цитаты Один из выдающихся мудрецов поколения Объяснил, что кратчайший Гилель Конечно же не мог сказать, что его дом защищен от любых бед Скорее он имел в виду, что в данном случае Беда постигла не его дом Потому что его домашние не стали бы кричать Ведь он учил их принимать беду с радостью Признавая справедливость Божьих судов Чтобы служить Богу и доверять Ему Необходима радость Служите Господу с радостью Таилим 100.2 Бог сам объясняет нам, как мы должны Ему служить Например, вот что говорится о мирных всесожжениях Дворим 12.7 Вы и ваши семьи должны есть перед Господом вашим Богом И вы возрадуетесь во всех ваших начинаниях В которых Господь ваш Бог благословит вас Конец цитаты О жертвах в целом сказано так Там же 12.12 Вы возрадуетесь перед Господом вашим Богом Вместе с вашими детьми, дочерьми, рабами и рабынями И левитами в ваших поселениях А вот что написано о Маасэршини Десятина для Иерусалима Ешь ее перед Господом твоим Богом Так, чтобы ты и твоя семья смогли возрадоваться Конец цитаты Или вот что сказано о празднике Шавуот Там же 16.11 Ты возрадуешься перед Господом твоим Богом Конец цитаты О первых плодах, которые собирают в начале Шавуота Там же 26.11 Возрадуйся во всем добром, что Господь твой Бог дал тебе и твоей семье Конец цитаты О Суккоте, празднике урожая Там же 16.14.15 Возрадуйся в твой праздник Будь только счастлив Конец цитаты Тора множество раз предписывает радоваться в Суккот Например, в Эморе Вайкра 23.40 Ты должен радоваться перед Господом твоим Богом семь дней Дело в том, что Суккот – символ бетахон Когда в Суккот человек видит, какой большой урожай он собрал Он начинает еще больше доверять Богу, который поддерживает его И его радость возрастает Слово «только» – ах Служит для исключения чего-либо Фраза «Будь только счастлив» из Дворим 16.15 Означает, что мы должны отложить естественную радость о материальном И заменить ее радостью о духовном О том, что мы исполнили заповедь Полагаться на Бога, который поддерживает человека Согласно Торе, человек не просто может Но обязан радоваться Что я объясню чуть ниже Радость особым образом подчеркивается в заповедях о еде Которые требуют проявить бетахон И возложить на Бога заботу о повседневных потребностях Как сказано в Таилим 145.16 «Бог открывает свои руки и удовлетворяет желания всего живущего» Конец цитаты По этой же причине Израиль должен был по прибытию в Ханаан К горам Гризим и Эйвал Установить там жертвенник Богу Дворим 27.5-8 Тогда вы должны будете построить там жертвенник Господу вашему Богу Он должен быть из камня И вы не должны заносить на него никакое железо На этом жертвеннике вы должны приносить жертвы всесожжения Вы также должны приносить мирные жертвы И есть там, радуясь перед Господом вашим Богом На камнях вы должны написать все слова этой Торы Конец цитаты Мудрецы пишут Конец цитаты Во втором случае Иошуа бен Нун повелел взять 12 камней Западной ханаанской части реки Иордан И принести их в Шхем Чтобы построить из них жертвенник На нем должны были приноситься жертвы всесожжения и умиротворения При этом израильтяне должны были радоваться образованию новой святой нации Затем они принесли камни в Галгал Где из них соорудили памятник со словами Торы Так мы читаем Иошуа бен Нун 4.3 Возьмите себе из Иордана Из места, где стояли ноги Коэнов 12 камней И несите их с собой И положите их в месте ночлега Где вы будете ночевать в эту ночь Раша комментирует В согласии с заповедью Моше Построить жертвенник на горе Эйвал И написать слова Торы на камнях В тот же день они пришли к горе Эйвал И построили себе жертвенник Там они принесли жертвы всесожжения И мирные жертвы Ели и пили Собрали камни Пошли и провели ночь в Галгале Конец цитаты А вот о чем Раша пишет в Сота там же В Галгале Это значит после того Как они построили жертвенник Из тех камней на горе Эйвал Они собрали их Отнесли в Галгал И поставили там Конец цитаты Далее в Яшуа бен Нун 4 Мы читаем Чтобы это было знаком среди вас Что когда ваши дети спросят в будущее времена Что означают эти камни Вы бы ответили Потому что воды Иордана Были отрезаны перед ковчегом завета Господа Когда он переходил через Иордан Воды Иордана были отрезаны Эти камни будут памятником для детей Израиля навсегда Стихи 6-7 Другими словами Когда Бог разделил воды Иордана И израильтяне перешли его посуху Это стало самым лучшим символом величия Творца И его способности управлять природой Миром и всеми его обитателями Вот почему есть и такие слова Цитата Когда все армейские цари К западу от Иордана И все хананейские цари у моря Услышали, как Господь высушил Иордан Чтобы дети Израиля Чтобы сыны Израиля Прошли по нему Их сердца расплавились И их дух упал Из-за сынов Израиля Яшуобин-нум 5, дробь 1 Разделение Иордана Стало символом огромной силы Бога Приводящей в трепет народы Воды Иордана Также напоминают нам О нашем долге Всегда полагаться на Бога Яшуа подводит итог 4, дробь 24 Чтобы все народы земли Знали, что рука Господа сильна И чтобы вы боялись Господа Вашего Бога всегда Конец цитаты Камни Иордана По которым прошли ноги Коэнов Стали вечным Напоминанием о величии Бога И нашей обязанности уповать на Него Бог повелел, чтобы перед Галгалом Израильтяне сначала построили Из этих камней жертвенник в Шхеме И радовались возле него О Боге и Его величии Ибо радость неразрывно связана С доверием к Богу Однако нет Большей радости, чем та Когда наше упование на Бога Вознаграждается Следовательно Когда Бог дает нам спасение Он хочет, чтобы мы Радовались особенно сильно Цитата Мое сердце ликует в Господе Мой рог поднят в Господе Мои уста расширены на моих врагов Потому что я радуюсь в Твоем спасении 1 Шмуэля 2.1 Когда Бог спасает свой народ Радуется не только Израиль Но и образно говоря Сам Бог Ведь спасение Освящает Его имя И показывает, что Он есть Бог В Елкут Шимуни сказано 1 Шмуэля 82 Мои уста расширены на моих врагов Раби Авдими сказал Это один из стихов Подтверждающих Что спасение Израиля Это и спасение Бога Всегда, когда Израиль спасен чудом Бог тоже так сказать Цитата Он дал ему имя Мое чудо для Бога Шимот 17.15 Моше сказал Это чудо, которое Бог совершил Он совершил ради самого себя Это радость для Израиля А также радость для Бога Как сказано Потому что я радуюсь в Твоем спасении 1 Шмуэля 2.1 Конец цитаты Об этом же мы читаем и в Захария 9.9 Радуйся великой радостью, о дочь Сиона Пой, о дочь Иерусалима Вот твой царь идет к тебе Он справедливый и победоносный Буквально спасенный Мудрецы комментируют в Танхуме Ахреймод 12 Каждое спасение, приходящее к Израилю, является спасением Бога Сказано не «справедливый и спаситель», но «справедливый и спасенный» А вот что мы читаем в Захария 10.7 Они у Эфраима будут как сильные И их сердце возрадуется как от вина Их сердце будет радоваться в Господе Конец цитаты Повод для самой большой радости Это спасение Бога через спасение Израиля Это также самое высшее проявление бетахон Бог сказал Дворим 27.5 Ты не должен заносить на жертвенник никакое железо Действительно, когда израильтяне закончили постройку жертвенника Иошуа-бин-нун 8.31 Это был жертвенник из необтесанных камней На который никто не поднимал никакое железо В Шмот 2.22 говорится Когда однажды ты построишь каменный жертвенник для меня Не строй его из обтесанного камня Твой меч был поднят на него Ты осквернил его Михилта комментирует Итро Месехтаде Ваходеш 11 Жертвенник был создан, чтобы продлять жизнь человека А железо было создано, чтобы сокращать их Нельзя поднимать сокращающее против удлиняющего Конец цитаты Однако жертвенник на горе Эйвал Был построен из необтесанных камней Не по этой причине Запрет железа был дан еще до этого И повторять его Вдворим у горы Эйвал Не было никакого смысла Этот запрет упоминается здесь только для того Чтобы подчеркнуть силу Бога И полную зависимость от Него Израиля Иошуа как бы говорит израильтянам Бог разделил Иордан и может прогнать от вас народы Вы победите не мечом, но силой Бога На которую вы обязаны возложить упование Конец цитаты Было бы логично, если бы в Яшуа Беннун 5.1 было сказано Все цари Амареев услышали, как Господь осушил Иордан перед детьми Израиля, пока они не прошли Однако в этом стихе сказано по-другому Пока мы не прошли Каждое поколение евреев должно представлять на их месте себя Как будто это они перешли Иордан Каждое поколение должно доверять Богу и Его силе Упомянутая в стихе радость Это не просто естественное выражение чувств Но важная заповедь, связанная с доверием Богу Такая радость помогает идти на жертвы Как в случае с Раби Акивой Брахо 61 Бет Когда Раби Акиву вели на казнь Наступило время молитвы Шма И когда Его тело подняли на железные колья Он произнес ее Его ученики спросили Его Учитель, неужели долг человека простирается так далеко? И Он ответил Всю мою жизнь я мучился над стихом Люби Господа твоего Бога всей своей душой Дворим 6 дробь 5 Что означает, что мы должны любить Бога Даже когда Он отнимает нашу душу Я сказал Когда у меня появится возможность это исполнить Теперь, когда эта возможность появилась Неужели я ее не исполню? Конец цитаты Затем Его страдания закончились И Он с радостью отдал жизнь во имя Кедуша Шем Разве это не образец наивысшей радости и бетахон? Есть правило Счастье необходимо для упования на Бога И если человек угнетен Он не может уповать на Бога Все заповеди нужно выполнять с радостью Показывая этим, что мы полностью доверяем нашему Богу В противном случае Исполнение заповедей будет считаться грехом Цитата Когда у тебя много всего Ты перестанешь служить Господу твоему Богу Счастливо и с радостным сердцем Тогда ты будешь служить твоим врагам Когда Господь пошлет их против тебя И будет голод, жажда, нагота и всеобщая нужда Дворим 28, дробь 47, 48 В этом стихе упоминаются две мысли Два греха Первый Ты перестанешь служить Господу твоему Богу Второй Счастливо и с радостным сердцем Рабейну Бехае так комментирует это место Кадхакемах, глава Симха Счастье Поскольку ты перестанешь служить Господу твоему Богу с радостью Бог наказал его за служение Когда оно не исполнялось счастливо Другими словами Даже хотя он служил Богу и выполнял заповеди Но поскольку он не служил ему счастливо Бог наказал его Рабейну Бехае продолжает Это счастье Заповедь Торы Нам было заповедано об этом Ибо это составляет полное поклонение Богу Более важное, чем сама заповедь Конец цитаты Как замечательно выразил Сарабейну Бехае Сама по себе заповедь не более чем пустой обряд Безжизненный скелет Который нужно еще одухотворить посредством искреннего исполнения Если заповедь выполняется просто как пустая формальность От которой хочется поскорее избавиться Она бессмысленна и не служит духовному возвышению Такая заповедь не очищает душу Не придает святости Исполняя заповедь безрадостно Человек не восхищен высокой целью своей жизни Не понимает важность заповедей И не чтит того, кто дал их Исполнение заповедей становится второстепенным в жизни Миш научит Брахот 4.4 Если человек превращает молитвы в рутину Они не являются просьбами Согласно Талмуду Брахот 29.Бет Слово Кева Означает того, кто относится к своим молитвам Как к бремени Если человек исполняет заповеди безрадостно Они для него бремя Бог не играет никакой роли Ни в его жизни Ни в его религии По сути, такой человек Отрицает существование Бога Если бы он верил в Бога В то, что он повелел ему Исполнять заповеди То он был бы рад каждому новому дню Дающему возможность снова и снова Исполнять заповеди Царя царей Отсутствие радости Выявляет нехватку Не только доверия к Богу Но и веры в его существование Вот почему царь Давид написал Все, кто находят прибежище в тебе Возрадуются Они будут всегда восклицать от радости И ты укроешь их Да возрадуются все, кто любит твое имя Таилим 5.12 Радость и ликование неразрывно связаны с доверием к Богу Все, кто доверяет Богу, радостны Радость, основанная на доверии к Богу Дает умиротворение и внутреннее спокойствие Такой человек обретает духовную силу И высшее богатство Умение довольствоваться тем, что имеет Как сказали мудрецы А вот 4.1 Кто богат? Тот, кто счастлив тем, что имеет Царь Шломо произнес Мишли 30.8 Не давай мне ни бедности, ни богатства Корми меня положенным мне хлебом А Давид написал Я был молод, и теперь я стар Однако я не видел ни праведника оставленным Ни его потомка, просящего хлеба Таилим 37.25 Цитата Бойтесь Бога вы, Его святые Ибо нет нужды у тех, кто боится Его Молодые львы терпят лишения и голодают Но те, кто ищет Господа Не имеют нужды ни в какой хорошей вещи Там же 34.10.11 Можно спросить Неужели мы никогда не видели Оставленных праведников И их голодающих потомков Разве в мире мало богбоязненных людей Терпящих нужду Разве нет ищущих Бога людей Не имеющих ни гроша Конечно же, все это так Однако дело в том, что если человек счастлив тем, что имеет То даже если он и не богат Он не ощущает нужду И потому как бы ни в чем не нуждается Может ли быть большее благословение Большее внутреннее спокойствие А ведь вся его заслуга лишь в том Что он возложил надежды на Бога И понял истинный смысл своей земной жизни Когда человек доволен тем, что у него есть Он полностью доверяет Богу И Божьему предназначению мира Он понимает, что земная жизнь скоротечна И утром цветет и растет Но вечером увядает и засыхает Или им девяносто дробь шесть Он понимает, как мимолетно утро его земной жизни Как быстро проходят годы Там же стих десять Долгота нашей жизни семьдесят лет Или, если есть сила, восемьдесят лет И их гордость лишь тяжелый труд и тщета Ибо она быстро проходит И мы улетаем Конец цитаты Человек приходит на эту землю На очень короткое время И молодые годы Утро его жизни Проходят очень быстро Сначала он растет и цветет Но скоро на смену молодости Приходят боль и страдания Коэлит двенадцать дробь один Помни своего Создателя В дни своей юности Прежде чем придут злые дни И приблизятся годы Когда ты скажешь Нет мне в них удовольствия Когда человек понимает Смысл существования мира И своей собственной жизни в нем Он относится к ее скоротечности Философски И принимает свою долю с радостью В конце концов Даже если бы в жизни Вообще не было проблем Она все равно была бы короткой Вот что сказал царь Давид Таилин тридцать девять Дробь шесть Тринадцать Вот ты сделал мои дни С ширину ладони И мои годы Ничто перед тобой Конечно Всякий человек В своем лучшем положении Полная суета Услышь мою молитву О Господи Преклони ухо К моему возгласу Не храни молчание В ответ на мои слезы Ибо я странник с тобой Чужеземец Как и все мои отцы Конец цитаты Кто полагается на Бога И умеет отличать Важное от второстепенного Тот понимает Что человек Лишь странник в этом мире Придя на землю Как гость Он очень скоро Возвратится на свою родину Кто доверяется Богу И верит в его Тору Не перестает удивляться Глупости людей Суетящихся в поисках Богатства и славы При том Что в смерти человек Ничего не уносит с собой Богатство человека Не спускается за ним Таилин 49-18 Его дух покидает его И он возвращается В свой прах В этот самый день Его мысли исчезают Таилин 146-4 Вот что царь Шломо Написал о глупости Амбициозных людей Коэлит 1-2-3 Суета-сует Сказал Коэлит Суета-сует Все суета Какая польза Человеку От всех трудов Которые он совершает Под солнцем Одно поколение уходит Другое приходит А земля пребывает Вовек Конец цитаты Нет ничего глупее И страшнее Чем жизнь Без смысла Подобно вылитой На землю В воде Она не оставляет После себя Никакого следа Именно так Живет большинство Глупцов С утра до вечера Они гоняются За суетой В которой Нет смысла Такие люди Описаны в Мишлей 49-21 Тот, кто живет В великолепии И не имеет Понимания Подобен Животным Которые Умирают Конец цитаты Однако тот, кто Доверяет Богу И Торе Хорошо знает Разницу Между Суетой Этой Жизни И величием Бессмертия Будущего мира Раз так Он никогда Не жалуется И не ищет Суеты Потому что Счастлив быть Частью Избранного Народа Святого И вечного Он знает Что однажды Оставит Этот бренный Мир И достигнет Вечного Будущего Мира При условии Что выполнит Свою роль На этой земле Бетахон Это возвышенное Качество Развить Которое Непросто Как бы то ни было Еврей Обязан Доверять Богу Не только В личных Делах Но и тогда Когда Тора Требует Совершить Заповедь Мессерут Нефеш Риск Для жизни Бетахон Требует Храбрости И силы Духа Поэтому нужно Усиленно Трудиться Чтобы выработать Это качество Подобно тому Как спортсмен Усердно Трудится Над своими Физическими Данными Достичь На и высшей Степени Подлинного Бетахон Способны Лишь избранные Настоящего Верующего Можно узнать По совершенному Бетахон По готовности Отдать жизнь Ради Кедуш Хашем Вот что Говорят На эту тему Мудрецы Шир Гоширим Раба 1.13 Мой возлюбленный Для меня Как сосуд Мирры Шир Гоширим 1.13 Раби Азария От имени Раби Иуды Интерпретировал Этот стих В связи С Авраамом Как Мирра Возглавляет Список Специи Шмот 30.23 Так и Авраам Глава Всех Святых Как Мирра Не Испускает Аромат Без Огня Так И дела Авраама Были Неизвестны Пока Его Не бросили В огненную Печь Конец Цитаты Другими Словами Вера Авраама Только Тогда Получила Подтверждение Когда Он Выказал Готовность Пожертвовать Жизнью Во имя Кедуш Хашем Не надеясь На спасение Но веря В Бога И Его Окончательную Победу Бетахом Не означает Веру В то Что если Я сделаю То-то и То-то Бог Меня Обязательно Спасет Или даст Мне Все Что Я Хочу Это Крайне Важно Понять Бетахом Это Не личное Дело Человека Который Возложил Своё Упование На Бога Эта Мысль Хорошо Выражена В словах Которые Сказали Царю Навух Донасору Анания Месаил И Азария Книга Даниил 3 17 18 Наш Бог Которому Мы служим Способен Избавить Нас И Он Избавит Нас От Горящей Огненной Печи И Из Твоей Руки О Царь Но Даже Если И Нет Да Будет Тебе Известно О Царь Что Мы Не Будем Служить Твоим Богам Конец Цитаты Наши Мудрецы Так Понимают Эти Слова Бамид Бар Раба 15 4 Спасет Он Нас Или Нет Да Будет Тебе Известно О Царь Что Мы Не Будем Служить Твоим Богам Мы Видим Отсюда Что Бетахон Это Не Гарантия Служителю Бога Личного Спасения Если Он Пожертвует Собой Ради Истины Скорее Это Ясное Осознание Того Что Поскольку Враги Покушаются На Истину В Конечном Итоге Бог И Его Тора Обязательно Победят В Шир Ширим Раба 7 Дробь 8 Мудрецы Говорят Что Когда Анания Месаил И Азария Пришли К Ехескелю И Спросили Выживут Ли Они В Огненной Печи Или Нет Ехескель Обратился К Богу И Бог Ответил На Этот Вопрос Отрицательно Цитата Они Сказали Ему Независимо От Того Выживем Мы Или Нет Мы Подвергнем Опасности Свою Жизнь Радики Душ Ашем Когда Они Ушли От Ехескеля Бог Открылся И Сказал Ему Неужели Ты Действительно Думаешь Что Я Дам Им Умереть Конечно Чудо Чудо Это 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 И Радики Душ Ха Шем Он Не Сомневался В Существовании Бога Однако Его Брат Аран Увязывал Веру В Бога С Верой В То Что Бог Чудесным Образом Его Спасет И За Это Был Убит Берешит Раба 38 Дробь 13 Цитата Там Был Аран И У Него Были Двоящиеся Мысли Он Сказал Одно Из Двух Если Победит Авраам Я Скажу Что Я С Авраам А Если Победит Немрод То Я Скажу Что Я С Немродом Когда Авраам Вошел В огненную Печь И Был Спасен Арана Спросили На Чьей Ты Стране И Он Ответил Что Он С Авраам Тогда Его Взяли И Бросили В огонь И Его Внутренности Сгорели Он Умер На Глазах У Своего Отца Тераха Конец Цитаты Как Видим Бог Не Совершает Чудеса Для Тех Кто Полагается На Них Это Не Бетахон А Просто Уверенность В Личном Спасении А Бетахон Речь Идет Лишь Тогда Когда Человек Не Знает Будет Он Спасен От Опасности Или Нет Но При Этом Все Равно Доверяется Богу Зная Что Его Истина Рано Или Поздно Победит Бетахон Требует Возвышенного Духа И Лучшее Свидетельство Его Готовность К Самопожертвованию Нехватка Бетахон Говорит О Низкой Мелочной Душе Терзаемой Страхами Это И Есть Наша Национальная Болезнь Поразившая Наше Поколение Именно Она Мешает Приходу Нашего Избавителя Которого Мы ждем С таким Нетерпением Человек С низменной Душой Боится Всего Подряд Как Людей Так И Народы Угрожающие Еврейскому Государству Следовательно Еврей Должен Укрепиться И Набраться Храбрости Чтобы Духовно Возвыситься Об этом Царь Давид Пишет Тилием 27 Дробь 14 Возложим Возложи Свою Надежду На Господа Будь Силен И Домужается Твое Сердце Возложи Свою Надежду На Господа Иными Словами Человек Должен Надеяться На Бога И Доверяться Ему А если Это Для Него Непросто Нужно Мужаться И Духовно Развиваться А теперь Обратите Внимание На важный Принцип Как Бетахон Так И Торы Еврея У первого Есть Дополнительный Божественный Элемент Еврейский Народ Это Средство Через Которое Совершается Либо Кедуш Либо Хилул Гошем Конец Я Я Подробно Останавливался На этом В главе Прокедуш Гошем Отсюда Следует Что Если Отдельному Еврею Угрожает Опасность И он Не Полагается На Бога Но Сдается Или Уступает Он Совершает Серьезный Грех Однако Это Еще Не Хилул Гошем Но Если Так Поступает Весь Еврейский Народ В целом Если Он Уступает Опасности Идет На Компромисс Или Ищет Поддержки У Не Евреев Полагаясь На Них Тогда Помимо Нехватки Веры Чем Была Бы Исчерпана Вина Отдельного Еврея В Аналогичной Ситуации Имеет Место Еще И Хилул Гошем В Этой Ситуации Унижается Не Только Человек Но Святой Израиля Бог Поражение Израиля Это Так Сказать Поражение Бога Если Израиль Боится Не Евреев Это Доказывает Слабость В Кавычках Бога Его Неспособность Повергнуть Врагов Своего Народа Вот Почему Нехватка Бетахон У Всего Народа Страшный Грех Для Которого Нет Искупления Именно По этой Причине С Разведчиками Народу Не Помогло Даже Раскаяние Конечно Согрешив И получив Наказание Любой Человек Раскается Разведчики И Поступили Дворим 1 Дробь 41 Твой Ответ Мне Был Мы Согрешили Перед Господом Мы Пойдем На Север И Вступим В бой Как Господь Наш Бог Повелел Нам Конец Цитаты Однако Бог Не Простил Их Там же Стих 42 Скажи Им Не Идти И Не Сражаться Ибо Меня Не Будет С Ними Почему Он Их Не Простил Ответ Состоит В том Что Бог Простил Их На Индивидуальном Уровне Каждый Отдельный Еврей Получил Искупление Своего Греха Однако Помимо Отсутствия Бетахон У каждого Еврея В Отдельности Сколько Еще Этот Народ Будет Раздражать Меня Сколько Еще Они Не Будут Верить В Меня Бемидбар 14 Дройп 11 Имел Место Также Коллективный Акт Неверия Отсутствие Бетахон У Еврейского Народа В целом И Это Уже Был Хилул Ашем Простить Который Нельзя Смыть Этот Грех Могла Только Смерть Рамбам Писал Тшуа 1 Дробь 4 Если Кто-либо Похулил Божье Имя А затем Раскаялся И когда Придет Йом Кипур Он По-прежнему Раскаивается И страдает Это Не Искупит Его Полностью До тех Пор Пока Он Не Умрет Конец Цитаты За За Этот Хилул Гошем Израильтяне Не Получили Прощения Плоть До Самой Своей Смерти Кроме Того За Свою Трусость И Низость Они Были Лишены Права Войти В землю Израиля Об Этом Пишет Ибн Эзра Слова Которого Я Приведу Ниже Как Видно Что Когда Еврейский Народ В целом Перестает Полагаться На Бога Имеет Место Хилул Гошем Мы Бесчисленное Множество Раз Становились Свидетелями Коллективного Национального Наказания От Бога Именно За Этот Грех Мы Уже Упоминали Что Бог Приказал Еврейскому Народу Жить Обособленно От Других Народов Чтобы Не Участвовать В их Мерзостях И Не Заимствовать Их Культуру С Этой Целью Бог Выделил Еврейскому Народу Собственную Страну Землю Израиля Там И Только Там Евреи Могут Жить В Боге И Построить Совершенное Общество Основанное На торе И Святости А чтобы Исполнить Эту Миссию Отрезав Все Связи С Не Время У нас Должна Быть Непоколебимая Уверенность В том Что Бог Это Верховный Царь Создавший Мир И все Народы И что Он Управляет Этим Миром И может Сделать С народами Все Что Зах А нам Нечего Бояться Ибо Владычество Принадлежит Господу Он Правит Над Народами Таилим 22 Дробь 29 Между Тем Если Человеку Недостает Веры Изоляция Его Пугает Ее Боятся Даже Религиозные И Богобоязненные Евреи Когда Человеку Недостает Веры Он Стремится Заводить Себе Друзей И Союзников Чтобы Совместно Противостоять Опасностям Кто Полагается На Нееврея Просит Его О помощи Боится Что без Такой Помощи Евреи И Израиль Не смогут Выжить Такой Человек Не только Не умеет Доверять Богу Но Фактически Ставит Под сомнение Его Существование Отдельные Евреи И народ В целом Никогда Не будут Прощены Если Не вернуться К вере В Бога Верховного Всемогущего Царя Правящего Над Миром И Народами Только Он Наше Спасение Даже В высшей Степени Религиозные Богобоязненные Люди Становятся Жертвой Ужасного Греха Недоверия Богу Мудрецы Пишут Сота 48 Бет Что Имеется Ввиду В словах Кто Призрел Баз День Малых Вещей Захария 4 Дробь 10 Что Приводит К тому Что Будущее Небесная Награда Праведных Расточается И Дбазбес Они Малы Потому Что Не Верят В Бога Конец Цитаты Если бы Наши Мудрецы Не Произнесли Эти Слова Мы Сами Не Посмели Бы Их Сказать